Комментируйте дефектный акт на что? Акт про обстыжение моряно-горячего холодного водопостачания. Здесь написано, что комиссия проверила, и час обстыжения они что-то нашли. То есть требуется поточный ремонт. Это основание. От 2 мая? Да. Значит, на основании этого сделан дефектный акт. Дефектный акт сделан на капитальный ремонт. Без даты. Без даты, неважно, на капитальный ремонт. Значит, локальная смета к этому дефектному акту уже на поточный ремонт. И она создавалась у нас вообще в феврале месяце, эта капитальная ремонт. Неважно, когда она создавалась, вопрос в том, что дефектный акт у вас на капитальный ремонт. То есть у вас акт на поточный, дефектный акт на капитальный, локальная смета на поточный ремонт. Акт выполненных работ тоже на поточный ремонт. То есть договор заключался с подрядчиком на поточный ремонт. Поточный ремонт не является строительством. Поточный ремонт – это услуга. Значит, то есть она идет по другим правилам. Это не строительство. Значит, опять, дело в том, что замена коммуникаций, магистрали, с железа на пластик – это не поточный ремонт. Поточный ремонт – это подкрасить, помыть, промыть, заменить вышедшие из строя какие-то детали отдельные. То есть не влезая, не меняя конструктив, конструктивные особенности. То есть поточный ремонт – это ремонт. Значит, у вас замена железа на пластик – это считается реконструкцией. Реконструкция идет совсем по другим критериям. Для реконструкции необходим проект, конкурс, экспертиза проекта, технодзор независимый. Значит, здесь проведено как поточный ремонт то, что должно было быть проведено как реконструкция. То есть совсем другие правила. Кроме этого, сумма подлежит обязательной, то есть здесь должна была быть экспертиза, смета. То есть это что касается документарного оформления. Акт выполненных работ подписан технодзором. Вот я видела. Значит, подписан технодзором, подрядчиком. То есть здесь оформлено правильно. То есть технодзор проверяет и подписан. То есть должен был быть конкурс. Которого не было. Тогда на каком основании технодзор? Они нам объяснили, что не было выставлено на тендер и на конкурс, потому что они воспользовались якобы вот этими упрощенными условиями, которые было принято о постановлении 28 февраля. Упрощенные условия возможны. Опять же. Для кого? Для поточного ремонта возможно. То есть небольшой ремонт в пределах до 100 тысяч гривен. У вас не поточный ремонт, у вас реконструкция. Разные вещи. То есть строительные работы, которые подчиняются ДБНам, ДСТУ и так далее. То есть должна была быть и сплотная документация, акты на скрытые работы, демонтированное оборудование должно было быть передано по акту, должен был быть общий журнал работ, должен был быть проект на эти работы с авторским надзором. То есть, понимаете, я понимаю, что это дополнительные расходы для заказчика, но так положено. То есть провести это по поточке, ну это нарушение. То есть ни один проверяющий это не пропустит как поточный ремонт. То есть это реконструкция. Капитальный ремонт, в принципе, то же самое, если бы у вас просто железо на железо поменяли. То есть сняли все железо старое, поставили новое, это был бы капитальный ремонт. А так как у вас идет замена конструктивных элементов, то есть железо на пластик меняется, здесь должен быть расчет. Какие трубы, класс этих труб, динаметры их не... Ну, там целая куча вопросов. Подвесы к этим трубам. Ну, мы сейчас пойдем посмотрим еще то, что сделали. Но само оформление, документарное оформление, оно неправильное. То есть это то, с чего мы можем начать. По работам, в принципе, я почитал. Ну, работы как работы, в принципе, демонтаж учтен, демонтировали, трубы поставлены, горячая, утеплена, холодная, не утеплена. То есть здесь обычный... Но это по бумагам? Обычный перечень работ. А какая зависимость от того, что, например, на каком основании могли сделать кашторы с февраля месяца, а дефектный акт в мае? И огляд в мае. Это как? Ну, такое бывает в практике? Дело в том, что зависит от того, что записано в договоре. Договор на предоставление услуг, на поточный ремонт. Он описывает всю эту процедуру. Что, когда и как должно быть сделано. То есть с подрядчиком договор на поточный ремонт на эту услугу можно заключить без ничего. То есть сам подрядчик приходит, делает осмотр, делает дефектный акт, предлагает смету заказчику. Заказчик это все рассматривает, принимает решение. То есть это возможно. При реконструкции, при строительных работах там совсем другая процедура. То есть сперва надо нанять проектировщиков, которые сделают проект, пройдут экспертизу этого проекта. Экспертиза скажет, что все нормально, цены соответствуют, работы соответствуют. Дальше уже нанимается подрядчик, которому заказчик передает комплект документации, что он должен сделать. Параллельно, опять же, по конкурсу нанимается независимый технадзор, который будет проверять от лица заказчика, подрядчика, чтобы он сделал все правильно. Можно секундочку вопрос? Правильно ли я понимаю, что технадзор по этим работам должен быть независимый, а не сотрудник компании заказчика? Да, независимо. По реконструкции, по капитальному ремонту, вообще все, что касается тех же бюджетных средств. Я так понимаю, что это ваши средства. Но это баланс нашего дома. То есть это 100% ваши деньги. Да. А кто конкурс тогда должен проводить? Те, кто наши деньги имеют? Это коммерческие. Это управляющая компания должна была делать конкурсы. То есть вообще эти работы подпадают под программу 30 на 70, 85 на 15. То есть эти работы подпадают под программы, которые правительством озвучены, которые направлены на то, чтобы реконструировать. То есть по факту те деньги, которые мы саккумулировали за счет своих платежей за утрывание пробуденковой территории, за много лет накопились, у нас получилась определенная сумма на балансе. И вместо того, что... Вот и дети. Вот, вот. Вот они и дели, и нам сделали по факту вот этот вот якобы... То есть по идее управляющая компания должна обратиться в соответствующие государственные инстанции, которые заведуют всеми этими работами, тоже КПГВП, например, там, коммунальное предприятие, дать заявку на участие в программе. То есть были бы выделены бюджетные средства соответствующие. То есть часть ваших средств, часть бюджетных средств. В объединении были бы все конкурсы, заказчиком был бы город соответственно, то есть его коммунальное предприятие. И это шло бы совсем далеко. И тогда бы мы не лишились этих 400 тысяч, а лишились бы какой-то части всего лишь, правильно? Даже можно было 415% и добавить, представьте, какая сумма была, какой бы ремонт сделать. Даже та же программа 30 на 70, то есть 30% ваших средств, 70% государств. Вот и считайте. Вот и считайте. 30% 400. Здравствуйте. То есть вам бы этот ремонт с участием государства то обошелся бы 1150. А на оставшиеся деньги вы могли бы сделать... Если брать 400 тысяч, то получается 30% это 120 тысяч. Это из наших бы денег пошло только 120. Вся остальная сумма пошла бы от государства. Да, да, да. При участии в программе, если бы она была одобрена... Это 70 на 30, а если бы еще меньше, там 85 на 15, было бы лучше. Знаете, это зависит от района, от администрации, от управляющей компании. То есть это не обязательно, что вам сразу... Вот вы дали заявку, вам выделили деньги. Мы понимаем. То есть заявок достаточно много, денег мало. Естественно, там идет вопрос конкуренции, разработка проекта, то есть качество всего этого дела и суммы соответствующие. То есть если у вас очень много тех же ОСББ, то есть у вас не ОСББ. Нет. А вот ОСББ очень широко этим пользуется и практически все ремонты себе делают за счет этих программ. Там проще. Там есть ОСББ, который отвечает за какую-то сумму денег. Они ее соберут и покажут. Если у вас на счету были деньги... Как показывает акт, были? У вас, получается, было бы преимущество, потому что вы бы сразу показали счет, деньги у нас есть, дайте нам просто вот... Вот и все. Помощь, если вы с этой помощью можете сделать капитальные какие-то ремонты? Мы бы сделали, к примеру, значит, вот у нас есть там почти полмиллиона. Мы хотим горячую воду, холодную воду, электрику, стекла, подвоз, окна. Что мы из этого можем от вас получить? Ну, вам бы сказали, вот на вас вот... Я думаю, что могли бы получить все, потому что КНГ проголосовала сейчас по поводу выделения там очень хороших сумм для ЖКХ, потому что остатки есть денег, которые же нужно реализовать до конца года. Я понимаю, вопрос в оформлении документов. Да. Отлично, понятно. То есть, изначально документы оформлены неправильно. То есть, вот этот акт на обследование, он говорит о том, что вот мне, например, как техническому специалисту, вот это, вот это называется взагали по заголям, где нет никакой конкретики, а просто сказано, что там местами где-то ржавчина, там хорошо. Где местами? Ни о чем. Что хорошо? Если у вас здесь километр труб заменен, то есть, ну, должно, как-то должно прилагаться какое-то, ну, хотя бы пару фотографий. Чтобы показать, что должно меняться. Ну, на поточный ремонт это акт, в принципе, нормальный. То есть, взяли этот акт, посмотрели, ага, поточка. Что там, где там, канализация нормальная, трубы где-то там проржавили. Сейчас мы пройдем, где надо зачистим, где надо подкрасим, промоем, посмотрим работу, если все нормально, все запускаем. Видите, вот это акт для этого. для реконструкции должно быть обоснование. То есть, если у вас ваша система холодного, горячего водоснабжения работала нормально, то есть, давления хватало бы на то, чтобы все квартиры нормально обслуживались, не было потеков, ничего, зачем ее менять? то есть, реально по точкам, где бы просто прошли, где надо, там, горячую железную трубу, утеплили, например, почистили, подкрасили, заменили краны, может быть, поставили там, заменили какие-то входные, входные, где-то что-то, знаете? То есть, по точкам, которая обошлась бы вам, может быть, тысяч пятьдесят, но еще, по крайней мере, там, лет на пять у вас был бы решен вопрос. То есть, на основании чеков сделали реконструкцию, я не знаю, этот акт, он не подтверждает необходимости этой реконструкции. Вот, я вот хотела задать вопрос, а должны у нас ЖЭК спрашивать, надо это, нам не надо, это же наше мнение. Нет, ЖЭК не должен спрашивать, потому что, может, нам электричество надо в первую очередь. спрашивать. У вас, у вас индивидуально каждый человек имеет свою квартиру, имеет свой кусочек территории. У вас есть управляющая компания, с которой вы заключили договор. Тот же самый ЖЭК. В его обязанности входит обслуживание и содержание жилого фонда согласно решению законодательных органов. То есть, у нас есть закон о содержании жилого фонда, там прописаны соответствующие параметры, ЖЭК, управляющая компания обязана их придерживаться. Она по своему мнению что-то решает, что-то делает, то есть, это ее право. Вы имеете право создать какую-то инициативную группу и что-то предложить ЖЭКу. Но это не обязательно, что у вас послушали. Так они взяли трубы, например, хорошие, они просто у них есть материалы, они же получают, они просто их взяли, заменили, надо, не надо, и получили деньги. И все. в нужное место куда-то отправили. Им нужно реализовать деньги и заработать. Естественно, это же понятно. Мы поняли, что они здесь. Ну, собственно, вот в этом цель нашей встречи, для того, чтобы проанализировать документы именно специалистам профильным. Ну, то есть, оформление, вопрос оформления. Это первое. Второе мы сейчас посмотрим в подвале, да, по факту, то, что... Вообще, честно говоря, странно, тут должен был быть конкурс. Конечно. Здесь есть технодзор, значит, нанималась соответствующая и подрядчик, и технодзор нанимался отдельно. То есть, на это были выделены деньги. Вообще, по точке технодзора, внешний технодзор, это только по желанию заказчика. То есть, это не обязательно по поточке. То есть, за государственные средства технодзор для поточки нанять нельзя. То есть, это не запрещено, но это считается нецелевым расходовым средством. Ну, так трактуют суды. За свои деньги, пожалуйста, вы можете нанимать для поточки. Ну, для капитального. Там другие правила. реконструкция. То есть, реконструкция, строительство, капитальный ремонт, это строительные работы. Они подчиняются державным будивольным нормам, державным стандартам и соответствующему законодательству, которые регулируют строительную деятельность. там проектировщики, там технодзор, там заказчик, там строго определенное количество документов, которое должно быть в обязательном порядке. Исполнительная документация, отчетная документация, сметная, проектно-сметная документация. Все прописано по шагам. Если чего-то нет, это уже повод для претензий. То есть, понимаете, я когда знакомлюсь с подрядчиком, если я не знаком с подрядчиком, в первый раз знакомлюсь с подрядчиком, разговор всегда после того, как познакомились, начинается с того, что я им объясняю, что уважаемые подрядчики, деньги вам платят не за выполненную работу. То есть, государство платит не за выполненную работу. Государство платит за комплект документов, в котором написано, что работа выполнена. Нет комплекта документов, работа не выполнена. Даже если она фактически выполнена. Понимаете, так работает государство. Есть комплект документов, в котором написано, что работа выполнена, стоят все печати, пожалуйста, получите ваше дело. Потом приходит какая-то проверка, смотрит, а физически там не выполнено, и начинаются судебные тяжбы, претензии и так далее. Но если есть пакет документов, значит считается, что работа выполнена. Так работает государство, так работает наша система. Поэтому вопрос реконструкции и капитального ремонта, ну, здесь должен был быть еще вот такой пакет документов. И тендер обязательно. И журналы, и всего остального. Ну, и обязательно тендер. В принципе, можно и без тендера какие-то работы делать. С такой суммой? Ну, с такой суммой, да. Ну, по прямому договору можно, если я помню, не знаю, по прямому бы 100 тысяч. Можно по прямому договору. Ну, у нас 400. А, у нас 400. Ну, тут по акту 300 тысяч, ну, почти 400 тысяч. Ну, тут экспертиза, смертная документация, которая должна была проверить цены и сказать действительно неправильные. Ну, в общем, вот такое. Ну, давайте пройдем, посмотрим свою работу. Давайте. Это вам, наверное, это. Это, наверное, вам? Нет, есть че. Ага. Тогда себе это, обычно, на тебе дело. А я же включу в любую зону. Я думаю, переключай. Наверное, я выключу.